Мы находимся под Киевом, это пытается остановить сейчас ветеранов, которые пытаются проехать в Киев, народный депутат Украины, стоп, стоп, начальника дайте сюда своего, ветеранов войны, которые пытаются проехать в Киев, пытаются остановить спецназ, очевидно опять для того, чтобы спровоцировать бийку, сегодня был похищен бывший комбат Донбасса, позывной ГАЛ, сегодня был похищен бывший боец Донбасса, бывший боец АУН Литвиненко, стоп, 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 ну что, на депутата будем наезжать? Остановитесь! Сегодня были, вчера был похищен Александр Новиков, Порошенко дал команду донецким сепаратистам, которые служат в него в полиции, заниматься выкраданием, а вот и Зазуля, здравствуйте, скажите пожалуйста, ваши забирали ГАЛа, Литвиненко, а кто? Я ничего не знаю, пропустите колонну полиции, замечательно, а вы что, вот это не блокование? Нет, кто блоков, я не вижу. Колонна Донбасса пытается проехать в город для того, чтобы выяснить, кто похитил нашего второго комбата с позывным ГАЛ. Вот эти люди встречают не сепаратистов на востоке, они встречают хлопцев, которые хотят, чтобы прекратилось барыжничество во власти, которые хотят, чтобы прекратилась коррупция. Вот у нас такая вот встреча, это комитет по встрече. Дружок, будь ласка, объясните, что тут происходит людям. Подполковник Акимович, начальник штаба Донбасса. Сегодня люди, которые представлены нас в правильной полиции, вкрали нашего комбата. Мы, естественно, не имеем информации, мы хотим у нас вибрация, вот бачим одну полицию, но они хотят тоже нас вкрасть. Мы не дамося, мы так просто не дамося. Так, друзья, те, кто хочет помочь, пожалуйста, сделайте репост сейчас моей публикации, потому что только публичности. На каком основании вы, что вы это делаете? Хлопцы пытаются проехать сейчас. Это хлопцы с руху вызывания, хлопцы с батальона Донбасс, которые практически месяц находились в таборе на Грушевского. Сегодня мы узнали о том, что похитили Гала, похитили Бека. И хлопцы последние несколько дней находились в Новоград-Волынском. Они заблокировали еще одну коррупционную схему Петра Порошенко и коррупционную схему Медведчука. Я уже рассказывал о трубе, которая более 20 лет так и остается в российской центре Украины, откуда идет контрабанда, откуда более 170 миллиардов долларов украли за год Порошенко и Медведчук. Часть этих денег идет на пророссийскую агитацию, часть этих денег идут на финансирование пророссийских сил. Как видите, хлопцы практически уже доехали до Киева, но, к сожалению, в Киев они попасть не могут, потому что их второй раз заблокировали сейчас на въезде. Я обращаюсь сейчас к патриотам Украины, которые все это время, наверное, думали, что их это не касается, потому что это грузины, потом их не касается, потому что это люди, которые протестуют, потом пошли украинцы. Ну, друзья, если мы проковтнем гала, то я думаю, что очень скоро и придут до вас. Послушайте, что рассказывает Медведчук в своих выступлениях о том, что мы должны выдавать своих бойцов, как военных преступников, сепаратистам. Посмотрите на дочку Корнета и на прочее все, что творится. И сделайте вывод, касается это вас или нет. я прошу помочь сейчас репостом моей конституции вот мы хотим проехать киев это не проблема вот вот расскажу что у нас немая никакой проблемы что проехать в киев я вам показываю вот стоят ваши автомобили вы можете показать это же ваш стрим правильно все бачите здесь стоит ваши автомобили вот стоит автомобиль патрульной полиции с уведомленным червоном переграживая переграживая на вимогу полицейского вы маете зупинитесь без порушения правил дорожного все зупинились вы зупинились с сегодня сегодня похитили уже двух наших хлопцев значит сейчас я хочу обратить внимание на то что хлопцы из батальона донбасс хлопцы которые являются активистами руховызвования пытаются проехать житомира в киев в житомире они блокировали контрабандную схему петра порошенко и медведчука которые украли более 170 миллионов долларов только за год с трубы которая идет через беларусь через украину в венгрию на контрабандных схемах сегодня задержали похитили фактически второго комбата анатолия виногродского второго комбата донбасса похитили его для того чтобы он не защищал людей возле верховной рады не защищать не боролся криминальными схемами похитили сегодня второго друга бека это батальон аун в закрытом режиме абсолютно спрятывать общественности дело в вариуполе сегодня за на два месяца арестовали добровольца батальона александра новикова я не имею права подвергать небеспеки оставшихся поэтому я воспринимаю вот это задержание на дороге второе причем спецназом национальной полиции как попытку дальнейшего похищения ветеранов войны хлопцы пришли бы полного привели полную боевую готовность и сейчас готовы в случае необходимости защитить себя значит сейчас я будем еще раз обращаться к национальной полиции патрульной национальной полиции для того чтобы они не участвовали в том что творят в донецкой области почему по все дела по которым задерживают добровольцев сейчас добровольцев и активистов руку вызывания сформованы в донецкой области потому что только в донецкой области выполняют сейчас преступные приказы я помню 14 год когда очень многие там попрятались по норам их пришлось выкуривать фактически буквально из этих самых из их райотделов где не поднимали там пророссийские флаги и сейчас они очевидно с большим удовольствием восприняли команды петра порошенко юрия луценко оброськина и так далее мы проедем все-таки в киев у нас не встреча на площади конституции в нашем лагере с теми кто придет поддержать анатолия виногродского мы рассчитываем что людей мы сможем собрать ему в помощь ближе к завтра к вечеру хотя если мы приедем сегодня в киев и там будет людей хотя бы немного нам на помощь будем действовать сегодня далее завтра ожидаем суда по анатолий виногродскому в мариуполе придумали абсолютно левую причину для того чтобы задержать причина такая что якобы он ограбил человека на самом деле все это неправда анатолий виногродский инвалид второй группы кавалер ордена мужества выходил из-под иловайска вместе с своими бойцами из окружения вывел группу с оружием используют для того чтобы по нему раздуть дело историю когда батон донбасс летом этого года в селище доброе кировоградской области помог селянам выглотить тетушек и одного из тетушки было отобрано оружие и под видео сдано полиции если это уже является грабежом то чем тогда является приход после майдана к власти на крови фактически и яценюка и порошенко давайте уже будем смотреть если галу за что стыдиться я опубликовал видео у себя в аккаунте как все это было и аплодисменты жителей их разговоры о том что полиция не реагирует на то что их села разрывают на части у них отбирают по и отбирают фермерские хозяйства потому что депутаты близки к народному фронту под прикрытием полиции и тетушек творят что хотят так ну что вот зазули я так понимаю я обращаюсь еще раз к нему для того чтобы мы могли пройти обращаюсь еще раз того что мы могли пройти я хочу обратить внимание на то что ни у кого нету номеров на касках ни у кого нету номеров на жетоны слава богу остальные подождите секундочку что врете остальные жетоны спасибо что соблюдаете закон как вы видите из двадцати пяти человек у одного жетон героям слава друзья дякую вам за то что вы включили сейчас эту трансляцию публичности помогла сейчас немного я думаю эту колонну довести до киева но еще по моему рано радоваться будем смотреть по машинам добрый дали сейчас обещание которому естественно никто не верит а то что никто никого блокировать не будет мы уже на въезде в киев пытаемся проехать на площадь конституции те кто сегодня придет поддержать друга гала который защищал украину 2014-2016 годах широкина на бахмутовской трассе в иловайске приходите вечером под площадь конституции посмотрим сколько нас соберется соберется сегодня немного значит завтра будем собирать людей опять и помните все то что здесь происходит касается никаких то далеких политических разборок никаких то далеких для многих грузин это касается вас вашей жизни вы хотели чтобы тошники пришли помогли навести порядок а где ваша поддержка я надеюсь она будет слава украине